здравствуйте друзья 1 декабря вот так мы тут кремниевой долине зимуем что сказать еду на работу пятница а если задуматься вот так о том какие у людей проблем хочется пожить знаете подольше и получше правда вот не зависит от страны в которой мы родились там выросли живем подольше и получше и вот тут конфликтные такие возникают моменты с одной стороны хочется съесть чем и как бы это получше получается а с другой стороны получается что жизнь короче да то есть вот этого съел этого съел и хлоп и на тот свет в общем сложно как в наше время было проще вот когда я был молодым было проще конечно дрянь всякую ели но выбор дряни был такой маленький что конечно проще было особенно там где купить нечего уже ешь чё ешь и вообще голова не не заботиться ни о чем хотя полных людей было очень много потому что при коммунистах потому что хлеб в основном хлеб картошку что они там ели вот образ жизни нездоровый но так вот свет курили а тут уже в кремниевой долине эти солнышко светит зарабатывается хорошо дорого правда все ну ничего страшного в москве тоже все дорого зарабатывается хорошо поэтому можно жить так вот ничего говорю последние 20 лет я периодически начинаю какую-то такую компанию по сбросу веса и по оздоровлению себя почему 20 лет выше 20 лет примерно вот в это время примерно в это время 20 лет назад обнаружили у меня диабет второго типа и так вот значит с тех пор я пытаюсь как-то вот а мне говорят если там скажем вес потерять то уже там скажем и и нет диабет как бы да получается что организм уже не нужно столько инсулина ну и вот пытался я тогда весил 20 лет назад я весил но я не знаю как килограммах я вот фунтах поскольку измеряли фунтах у меня было 200 200 фунтов то есть это легко перевести в килограммы это что-нибудь девяносто один килограмм вот а сейчас у меня этих фунтов там ну скажем так еще несколько дней назад было так стабильно двести двадцать пять вот что-нибудь так двести двадцать шесть то есть что-нибудь там сто один сто два килограмма вот так так произошло потихоньку дать это не в не в один момент приключилась а так по чуть-чуть ну и старше становишься знать когда от 40 там допрыгаешься до 60 так понятно ну и какой-то опыт я приобретал первая диета на которой я оказался была где нет диетой мантиньяка мне друзья из москвы книжку прислали на русском языке прислали книжку или там может быть даже несколько было книжек и мы так увлеклись можно сказать почитали да ну сами знаете как диеты да то есть там в какой-то момент на диете а потом ты как-то потихонечку из нее выбираешься и вот как выбираешься так и более-менее обратно и получаешь хорошо что выбираясь из диет я не набирал лишнего потому что я знаю людей которые каждый раз как на диету они выходят из нее и там плюс плюс там пару-тройку килограмм я знаю одного человека абсолютно обезображенного там пятью шестью диетами то есть эта женщина ей хотелось немножко скинуть немножко ну там может пару-тройку кило там и за буклет за десять она превратилась в нечто такое о чем без слез вообще нельзя говорить вот то есть меня это миновало я в общем лишнего потом не подхватывал но тем не менее и вот да а потом сами править образ жизни тут достаточно сидячий такой ну и не то чтобы совсем неподвижный знать как там лежишь целый день на печи как илья муромец до 33 лет такого нету но мало подвижные да все-таки мы офисные люди да и в общем короче вопрос этот назревал 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 я как-то перестал любить свое изображение в зеркале думать чё ж такая рожа трещит вот я вам покажу чем стало я просто из-за солнышка я бы и сразу показал сейчас мы направо повернем я камеру разверну ну и вот значит с понедельника значит зритель наш говорит давайте диетолог говорит послушайте давайте я вами займусь год но чё же так вот страдать то я думаю действительно но вот что-то назрело назрело я думаю понесемся и для меня это еще хороший как бы такой момент чтобы почувствовать себя чеком которые в состоянии следовать какому-то алгоритму потому что я знаете так я других-то воспитываю говорю вот тебе сказали делай раз делай два делай три надо делать при этом я знаю что сам я в общем то когда мне говорят делай раз делай два делай три у меня тут же идеи возникают знаете а вот тут можно срезать а там можно добавить вот я как бы я знаю за собой такое дело поэтому мне еще важно было для себя попробовать вот вот вернуться в состоянии когда я мог я раньше прекрасно мог это делать но вот просто разбаловался когда свой бизнес уже 20 с лишним лет так меньше дисциплины такой ну вот и поэтому к на самом деле и нужна не книжка а нужен человек который диетолог которому ты доверяешь и когда ты доверяешь то можно следовать когда ты не доверяешь или там человека нет а просто книжка и ты начинаешь там думать так или так у тебя ответственность уже никакой нет так все-таки ответственность не только перед собой но еще перед кем-то кто тобой занимается время тратит и как-то но нельзя же так подводить других людей тоже в общем это хорош такая хорошая штука это мне напоминает немножко моих студентов которые снимаются на видео очень многие же не хотят сниматься а те которые снимаются у них намного лучше результаты вот когда доходит до поиска работы и так далее они выскакивают легко но в частности это происходит из-за того что они взяли на себя дополнительную ответственность пойти одно дело там втихаря там у тебя что-то не получается а другое дело ты вышел на экран тебя видит люди спрашивают как ты там пишут тебе ну как пойти а ты разгильдяйничал там и дурака валял это как бы дополнительный внешний такой фактор давайте камеру поверну я вам обещал вот то что вы видите у себя на экране друзья но те кто те кто нас регулярно смотрят те кто нерегулярно могут не не вспомнить что было вот значит там с понедельника сегодня пятница утром с понедельника я засел на вот диету диета состоит в том что мне диетолог дал на неделю разнаряд какое-то там слово для этого лучше есть чем в общем план такой что есть когда вот и я это и ем так можно сказать как у нас это релиджи сли то есть как бы не отступая не на микрончик вот я так старательно не отступаю и сейчас у нас такая фаза когда мы интенсивно сбрасываем и вот значит каждый следующий день вот вторник с понедельника на вторник кило со вторника на среду кило со среды на четверг кило сегодня вот четверга на пятницу ну там может быть не кило там 800 грамм так приближается то есть за вот эти четыре дня 4 кило так по совокупности у нас сейчас период такого интенсивного сброса потом вот мне сказано было потом будем снижать темпы но в общем в зеркало гляну нет вроде бы я не не повис лицо вроде не стекло так вроде вроде ничего то есть я наверно заметно да там я не так раньше рожи трещала а сейчас так может быть более похоже на что-то такое адекватное для дедушки вот на в общем вот я в таком процессе и и тут интересный такой челлендж до вызов времени началось это все совершенно в неурочное время потому что ну во первых во вторник мы должны были всем коллективом идти в ресторан я видео делал вот а я там не ел ничего и нормально справился вот во вторых мы в среду на следующей неделе уезжаем в круиз на две недели даже не на одну такой длинный он там из лос-анджелеса на панамский канал оттуда потом во флориду в общем две недели и знаете что такое круиз это обжорство друзья это такая гастрономическая фиеста вот и соответственно нас должны научить как себя вести хорошо во время круиза ну не нас научить надо меня но поскольку я со светланой то светлана тоже будет вникать как бы в правила игры чтобы быть контролирующим фактором ну а сейчас она как бы готовит там то что нужно она как бы так включилась с сопереживанием поначалу она говорила что ж ты в такое неудачное время то мало того что круиз мы когда из круиза вернемся тут же начнется это самое новый год же будет и говорит и куда ж ты говорит собрался но вы знаете чего я вспоминаю вот момент был такой у нас жизни мы зашли в деканат когда студентами были а света меня на год моложе я там допустим был на четвертом курсе она на третьем мы уже были женаты зачем-то мы зашли в деканат и там была девочка с пятого курса ой знаете когда ты на третьем на четвертом и видишь этих пяти курсников то кажутся они такие взрослые и мои ночи короче была вот эта девушка женщина такая на хорошей такой стадии беременности и она оформляла академку и света моя так ей сочувственно говорит ойга девушка что же вы так не вовремя а то такая вся сияющая знаете такая радостная она и говорит девушка этого ребенок всегда вовремя вот и как бы две разные философии сталкнулись такая практическая и такая можно сказать эзотерическая вот значит я вот себя почувствовал вот как та девушка которая говорит что ребенок всегда вовремя я говорю начать вести правильный образ жизни всегда вовремя эти нет необходимости лишний раз травануться чем прежде чем вот уйти от систематической потравы себя в общем такая вот такая вот история была вот как вклинилось в башку так вот и и сидит там я очень надеюсь что какие-то кардинальные перемены надолго войдут в мою жизнь потому что уже ну достало знаете как достало то есть одно дело чек ему делать нечего он там на диету сил а другое дело когда уже ну становится некомфортно очень но очень некомфортно это на протяжении долгого времени и чем дальше тем некомфортнее и смотришь в и думаешь но это же не должен быть я это же какой-то другой человек какой я имею отношение к этому дядьки вот некоторые знаете когда люди приходят в офис там сэлфи какой-нибудь сделать или студенты приезжают там из наших зрителей учиться приезжать и так вот и ангит ой говорит какой вы высокий а то будет нельзя когда видео смотришь непонятно что человек высокий но если непонятно то так ну-ка вроде солнышко на нашей стороне может можем вернуться у меня рост сто восемьдесят шесть сантиметров не не бог весь какой великан но ну не знаю насколько есть сколько есть в москве я помню вот так вот и в метро знать когда едешь там в автобусе и так вот стоишь там держишься за ручку и какие-то вот макушки тут перед тобой редко кто-то торчит из толпы а как-то мы в литве были я помню чувствую депрессивно и и не понимал почему а потом понял что я там маленький такой знаете вот все-таки длинная стою его не вижу макушек а вижу как бы совершенно другие части тела в общем да я к чему говорю что 186 и вот мои там 101 кило которые были утром в понедельник они вот на этот рост приходится и мне было сказано что я должен в качестве цели сброса веса и при но приведение себя в норму как бы сброс веса это как бы часть я должен целиться там 80 килограмм и честно сказать я я сам пичок темный но вот я помню что когда мы там молодым были то говорили что у тебя то скажем если рост 186 то должно это минус 10 там должно быть 76 кило весу но 76 кило веса у меня было там когда в институте учился может быть так а потом больше говорили тогда же в те же годы далекие говорили что это когда ты молодой а вот если ты уже там в возрасте тогда это должно быть ровно ну то есть скажем рост 186 тоже и вес должен быть 86 но килограмм но но мы на самом деле понимаем что как комплекция очень зависит от нее очень много зависит то есть как если широкоплечье а есть такие вот худенькие знаете я думаю что тоже сказывается да не только рост конечно но в общем даже не знаю что сказать честно честно меня бы устроило вернуться там свои 200 фунтов там сколько там 91 килограмм до меня бы устроила как как я не знаю что в том смысле что я не научно на это смотрю а как человек настрадавшийся вот так скажем как а пережитом вот как чек настрадавшийся я бы с радостью вернулся туда где был 20 лет назад то есть для меня это совсем даже неплохой результат ну говорят меньше значит меньше я спорить не стану я еще раз я практикую в качестве ведомого и как-то это приятно знаете вот приятно ощущать себя способным быть ведомым потому что я утратил это чувство такое что я могу потому что до этого я так норовил все время а света же у меня еще светлана светлана она вообще человек творческий и такой она же никогда по рецепту ничего не сделает то есть она читает рецепты ага значит так это мы вдвое положим это мы заменим тем то есть так как 15 минут там нет 15 минут маловато значит это минут 25 хотя на чек творческий она так творит как бы как художник такой знаете когда человек напишешь машинки учиться печатать на клавиатуре то он поначалу то вот раскладка клавиатуры аппликатура вот это вот и ты каждую буковку ай там своим пальцем руки стоят на вот этой вот основной позиции фыба там олдж да и ты вот значит разучивать клавиатуру как каким пальчиком куда пойти а когда скоросишка подрастет когда профессионализм подходит уже руки летают что вы знаете как летают вот по всей клавиатуре что-то тут с микрофоном в общем друзья я вам рассказал и у нас теперь такая тема будет на канале я буду периодически возвращаться к этому делу а вы будете видеть мой светлый образ который будет производить все меньше света меньше площади образ будет счастливо